Привет, друзья, с вами Михаил, канал Гаджетоман, и сегодня у нас на обзоре очередное умное устройство. Вы же знаете, как я люблю умные устройства, куда без них сейчас в повседневной жизни денешься. И вот очередное умное устройство у нас на канале. Погнали! Сегодня у нас на обзоре будет девайс из области медицины. Умное устройство, которое называется электрокардиограф. Когда, знаете, говорят про электрокардиограф, ну, по крайней мере, люди, которым за 40, они представляют себе огромные, там, такие, советских времен, как у нас еще в поликлиниках остались эти мощные измерительные устройства, такие коробки железные, которые гудят, трещат, на тебя одевают кучу датчиков, на руки, на ноги, на сердце, там, штук 5-10 этих датчиков на липучках. Они еще потом долго, эти липучки, ни следы от липучек не сходят. Вот. Это называлось раньше электрокардиограф. Когда вам нужно сделать кардиограмму, вы идете в кабинет электрокардиограммы, на двери написано электрокардиограмма. Вы заходите в этот кабинет, вас медсестра укладывает, цепляет вот эту кучу датчиков на все, что можно, на все, что видно, да, при этом вы еще раздеваетесь обязательно, хотя бы до пояса. Закатывайте, там, насколько я помню, еще нужно было закатывать эти, подкатать брюки. В общем, целое дело. Эта вся процедура занимала еще, наверное, где-то с полчаса. После этого шла расшифровка, после этого эти данные переносились, передавались врачу-кардиологу. И вы еще долго ждали результата, когда он там посмотрит и скажет в состоянии вашего здоровья. Сейчас все это дело упростилось максимально, максимально, буквально до нескольких секунд. И в первую очередь, я думаю, что это устройство будет крайне необходимо не только вам, моим зрителям, но и людям более пожилого возраста, вашим родителям, дедушкам, бабушкам. Давайте вместе с вами откроем, посмотрим, что из себя представляет это устройство. Внутри у нас имеется, в первую очередь, это инструкция. Инструкция очень такая объемная. У нас какая тут страница, наверное, страниц 40, почти 35 страниц. Да, 35 страниц инструкция. Краткое руководство, как использовать и какое приложение нужно для использования этого пари со смартфоном. Вот так. Собственно, и само устройство. Вот такое маленькое устройство, этот портативный кардиограф, который можно, не знаю, буквально прикрепить, я точно говорил, прикрепить к любому, к любой поверхности. Здесь есть даже место для липучки, такое можно прикрепить или положить просто в карман. И вот так вот при необходимости быстро взял, достал, положил и померил. Что еще у нас есть в комплекте? В комплекте идут сертификаты и запасная батарейка. Тоже приятно, мелочь, но приятно. Все. Все. Давайте посмотрим, как это устройство работает. У меня вот предварительно уже установлено приложение, которое я скачал, вот используя этот QR-код. Приложение называется SnapEKG, точно так же, как и название этого девайса. И здесь уже сразу показывается, если открыть его, сразу показывается, как использовать этот прибор. То есть, он всегда находится у нас в таком дежурном режиме. И для того, чтобы его активировать, достаточно просто приложить, вот как написано, по два пальца, двумя руками к вот этим металлическим контактам. То есть, он замигал, видите, замигал, и мы нажимаем запись. Так, идет готовность. О, пульс, даже учащенный. После того, как сделали измерение, можно зайти в результаты и посмотреть, собственно, что нам покажет. Это покажет нам средний ритм сердцебиения, краткий такой вывод по ритму. Он нормальный, здесь написано. Потом дальше, пролистывая вниз, собственно, сама кардиограмма. Кардиограмма, и если нажать вот на... Вот кардиограмма, видно, да, по времени бежит. Потом тренд сердцебиения, тренд ритма в графике. Вот, и после этого, пролистывая, можно нажать на, собственно, репорт, отчет. И будет вот в таком печатном виде уже репорт, который там содержит краткие цифры. И, собственно, расширенную, вот, кардиограмму, вы видите. Так что, после этого можно нажать поделиться, share, и отправить его лечащему врачу. После того, как я взял это устройство, я, естественно, обратился к специалисту. Потому что сам я не врач, не медик, не кардиолог, тем более. То есть, у меня есть знакомые врачи. Я обратился за консультацией к кардиологу и попросил его сравнить вот те результаты, которые видим с помощью этого прибора, с результатами полноценных кардиографов, установленных в поликлиниках или больницах. Вердикт его такой, что это устройство вполне может быть использовано для первичного диагноза. Конечно, оно не обладает каким-то сверхшироким спектром измерений, но для понятия того, что происходит какой-то процесс заболевания сердечный, уже можно судить по тем результатам, которые получены с помощью этого прибора. Результаты выводятся в виде файла, либо PDF, либо картинки, которые пересылаются с помощью этого прибора своему лечащему врачу. И вот такая маленькая штучка, которая всегда может быть с собой, вы будете ее носить с собой, либо ваши родные, близкие, пожилые люди в первую очередь, реально может спасти жизнь и вовремя передать врачу результаты кардиограммы и работы сердца. Я считаю, что достаточно нужная, очень нужная вещь, недостаточно это реально нужная вещь, чтобы у каждого было подобное устройство. Оно маленькое, компактное, много места не занимает, батарейки хватает, ну, судя по описанию, хватает где-то на года два. Тем более оно всегда выключено, то есть включается автоматически, когда вы нажимаете, видите, тут даже есть уже сразу, мигает индикатор, это только когда нажимаешь, это просто, это самое, оно через некоторое время, индикатор гаснет, и устройство переходит в режим ожидания. Вот, поэтому рекомендую вот такое вот устройство, называется Snap-EGG, как, не как полноценную замену, конечно, стационарным кардиографом, вот, но с собой обязательно должно быть. Вот, если почувствовали себя плохо, плохо с сердцем, что-то какая-то усталость, то обязательно, вот, лучше сделать, предохраниться и сделать себе кардиограмму и поделиться быстро со своим лечащим врачом. Спасибо за внимание, на этом всё. Если у вас есть вопросы, задавайте в комментариях, с удовольствием вам отвечу, буду рад помочь. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, впереди ещё много всяких интересных и умных, самое главное, умных гаджетов. Вот, всем пока, до новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова